Итак, всем еще раз доброе утро! Сегодня просыпаемся лишь в компании сказок и наших сказочных, назвал бы их гостями, но сегодня, наверное, сказочных персонажей. Вот так вот, почему бы и нет. С удовольствием вам представлю нашу утреннюю гостью. Ольга Баранова просыпается сегодня вместе с нашими телезрителями. Доброе утро! Здравствуйте! Здравствуйте! Я рад, что вы в любом случае, несмотря на то, что у всех есть какие-то свои жизненные вопросы, не забывайте о наших малышах и о взрослых, которые как раз беспокоятся о беззаботном действии, и продолжайте серию ваших акций. Речь пойдет сегодня о книголесте, которая, опять-таки, порадует всех малышей нашего города, которая состоится уже в ближайшее воскресенье. Расскажите, что же будет в этот раз, тем более, что как раз на книжней толоке, по-моему, ваш павильон книголесте был самым посещаемым. Мы сами там провели пивдня. Ну, честно говоря, без ложной скромности похоже, что так и было по цифрам, поэтому наш проект получил продолжение. Сейчас вот он с января по апрель, раз в месяц мы проводим книголесье с благотворительным фондом «Улыбка ребенка». Это все проходит в рамках фестиваля «Круг друзей», который проходит, в свою очередь, в рамках украинской инициативы укрепления общественного доверия при поддержке Американского агентства международного развития. Вот благодаря этому мы такую проводим сказку в это воскресенье. Те, кто знают, что такое книголесье, они не нуждаются в пояснениях. Те, кто не знают, я коротко скажу, что вот это вот семейно-родительское пространство книголесье – это живое общение, это детская литература, сказки, чтения, и это творчество. Это огромное количество мастер-классов. В этот раз их будет больше трех десятков. Причем именно интересные, неординарные, качественные мастер-классы с лучшими мастерами города. Мастер-классы – это то, где могут поучаствовать дети, либо их родители. И дети, и родители. У нас есть один мастер-класс для родителей от сказкотерапевта Днепропетровского. А что такое мастер-класс? Ну, понятие хендмейда, мастер-классов, оно слишком далеко. У нас далеко не только хендмейд, но это именно творчество, рисование красками, пастелью, работа с глиной на гончарном круге. Можно как раз рисовать ли? Это слово «каскотерапевт». Это то. Как бы все успеют. Я говорю про мастер-классы. Это ручные всякие мастер-классы. Это актерское мастерство с актерами из ТЮЗа. Это пластилинотерапия, что уже не хендмейд. Будем лепить пластилиновую ворону. Мы будем делать очень много всего. За это время с 11 до 5 часов сменится огромное количество на огромном количестве наших креативных локаций. Вот этих самых мастеров и деток, и родителей. Что там «каскотерапевт»? «каскотерапия» мы как-то... Вы как настоящий сказочник, Ольга. Ольга, у нас как настоящий сказочник, нас просто вот тут все убаюкали. Можно я подшую, кто такие «каскотерапевт»? Хорошо, давайте. В сказке должен быть сюжет, должна быть завязка, кульминация, развязка. У нас с вами как-то так уже пошло, знаете, как какая-то детский стих какой-то вот так вот хватает. Мы все не впадаем в датынство. Это классно. Мы в воскресенье тоже это будем делать. Мы сегодня пытаемся еще себя поддержать по-взрослому, чтобы все получилось. То есть сказкотерапевт из Днепропетровска, Роман Кандибург, к нам приедет. Он будет выступать и на сцене с шаманскими сказками и со сказкой оригами. И будет проводить мастер-класс для родителей. Что такое сказкотерапия? Лайфхак для родителей. То есть как сделать при помощи сказки детство ребенка счастливым. «Родитель плюс сказка равно счастливый ребенок», так считает Роман. Но это всего лишь несколько точек нашей огромной программы. Я, поскольку знаю, что времени всегда не хватает, все-таки хочу самое важное сейчас сказать. Но помимо прекрасного нашего запорожского сказочника, с которым вот зрители познакомятся вот-вот уже прямо здесь, Александр Луженко. Развышенник будет у нас сегодня в гостях. Уже известный, кстати, книголесью по Толоке. Помимо Днепропетровской поэтессы Марины Шамрай, помимо презентации языкового клуба «Соловьята» и помимо выступления представителей детской библиотеки «Областной юный читатель» с призами, конкурсами, у нас будет огромная серьезная программа от выдавництва «Старого Лева». Тут-то да-да-да-да-да-да, потому что это одно из двух-трех лучших, крупнейших, самых любимых издательств Украины. Именно украинских издательств, которые действительно печатают хорошие современные сказки для детей. Не только сказки, сказки в том числе, но это действительно знак качества в нашей стране. Они привозят нам трех писателей, которые будут презентовать свои книги, играть с детьми, общаться и снова-таки проводить и ручные мастер-классы. Это «Дзвинка Матияж», это «Зирка Мензатюк» и «Оксана Кратюк». Ну, люди, которые, в принципе, в теме детской литературы, наверняка у них есть эти книги на полках, как и в нашем доме, где есть дети. И художника и иллюстратора Богдана Полищука, который тоже проведет мастер-класс для наших детей. До речи, я помню, что это такая традиция из книголиси, когда в специальном запрошении гостей читали детям разные сказки. От, из этого я приведу два вопроса. Во-первых, если будут гости на этом фестивале, а во-вторых, какие самые сказки вы выбираете? Зазвичайно, за каким принципом? Так, по порядку. По поводу гостей. Это называется у нас читательский марафон. В данном случае это не будет марафоном, потому что будет много прерываться вот этими самыми программными нашими мероприятиями. Все-таки времени не так много, а программа очень насыщенная. Это будет у нас открытый микрофон. Все желающие, кто будут оказываться в зале, это и дети, которые, как показывает опыт, с удовольствием читают слух. Тоже сами читают. Читают слух. Те, кто не умеет читать, читают по слогам. Они сидят и мучают всех присутствующих. Но сами получают такое удовольствие. Те, кто вообще не умеют читать, рассказывают. Получают первый опыт публичного выступления. Да, они хотят поделиться своими литературными наработками, скажем так. Родители, естественно. Помимо того, что касается гостей, именитых, которые будут читать, у нас будет Евгений Литвинкович, суперфиналист шоу «Х-фактор 3». Ну, учитывая, что он поет, он может еще и пропоет какие-то сказки, поскольку он сам из Белоруссии. Может быть, да, как-то будет сочетать это с вокальными экзерсисами. Посмотрим. Это что касается вот нашего свободного микрофона, читательского марафона. Как мы выбираем сказки? Мы не выбираем сказки. Мы привозим, точнее как, я выбираю целый шкаф книг. Вчера я это сделала в детской областной библиотеке «Юный читатель». И далее Юрий, как человек, который участвовал в нашем марафоне, знает. Было такое, был замечен. То он выбирает, ну, выбрать есть из чего, правда? Или приносит с собой свою любимую сказку. Главное, не німецкий романтизм. Так что, доведется нам сказку терапевта запрошивать. В любом случае, мы забыли рассказать, где именно это будет проходить и с какого времени. 28 февраля в ДК Кирова, второй этаж, маленький зал. В 11 мы уже открыты. В 5 мы закрываемся, в 5 мы закрываемся. Это очень сложно, но нам придется... Мы не себе в этом переконаться, в 5 мы закрываемся. Оля Баранова сегодня у нас проходила, организатор книги «Лісся». В нашей группе ВКонтакте дизнаетеся все больше догладную информацию. Ну а просто зараз дизнаемся, чим же завершился складный выбор Влада Тарана.